друзья всем привет записываю это видео обращение ко всем моим коллегам электриком энергетиком ко всем неравнодушным людям буквально вчера я узнал что моего друга и нашего общего коллеги богдана симковича произошла беда трагедия у него сгорел дом сейчас ему негде жить дом полностью сгорел на дворной постройке от дома остались одни стены ну и конечно же я не могу не помочь богдану вот такой клич бросаю о помощи с просьбой о помощи давайте кто чем можем кто чем может поможем кто-то материально номер сберкарты богдана я размещу здесь вот на экране также в описании к видеоролику и в первом прикрепленном комментарии кстати богдан очень такой скромный человек я еле-еле из него выбил вот этот номер сберкарты он отказывался до последнего говорил не надо мне денег я сам справлюсь но блин я говорю богдан ну мы же как твои друзья как твои коллеги тебе же от чистого сердца хотим тоже оказать какую-то помощь но зачем ты отказываешься вот все-таки сегодня он не номер отправил я вас сразу видео записываю с просьбой о помощи все-таки мы с вами отзывчивые люди а так считаю и ну кто-то там 200 рублей переведет кто-то тысячу кто-то еще больше кто-то может быть стройматериала может помочь и богдан живет в рославле это ну смоленск смоленская область в принципе ему сейчас будет нужно ну в принципе все у него сейчас не вещей нету не бытовой техники не метизов не гвоздей не дас не досок не пила материала ему все это надо дом восстанавливать чтобы она хотя бы до зимы до основа заехать в дом кто-то может поможет стройматериалами кто-то непосредственно приедет если близко кто-то живет окажет какую-то помощь если почтовый адрес нужен то пишите мне в личку вот номер электронной почты я тоже свой укажу чтобы в личку писали ну или вконтакте меня можно легко найти михаил чистяков без проблем я там открыт для общения ни от кого не прячусь еще раз повторяю богдан был против этого этой помощи ну как он отказывался он вообще замечательный человек он мне очень сильно помог когда от меня подкосило мое здоровье им очень благодарен и сейчас у него такая трагедия как такая беда но слава богу что они семья у него жива здорово обошлось без таких одну жертв каких-то да слава богу вот ну сам пожар постараюсь ставить видео да там соседи снимали как это все полыхало стояла сильная жара у них там 27 было и больше да и короче говоря началось все с надворных построек из сарайки где не было ни электропроводки блин и газа там ничего не было черт его знать из-за чего загорелась ну поджог что ли какой-то был вообще непонятно и заполыхало сначала сарай потом баня потом дом весь сгорел пожарники приехали когда уже спасать было нечего к сожалению вот все что не догорело все пролили водой богдан только-только баню построил хорошую такую печку сам сложил блин столько он времени потратил столько энергии столько денег и все вот это коту под хвост конечно очень-очень жаль сочувствую ему очень-очень ну и со своей стороны вот пытаясь помочь чем могу сгорел у меня дом сегодня ночью загорелся сарайка потом баня потом на дом перекинулся огонь и дом сгорел самое интересное сарайне электрофицирован нету там ни света ни газа ничего нету ведра судьба дала вот такое вот испытание мне за что к сожалению такого сильного профсоюза как вот я знаю в челябинске или в уфе ребята очень дружные электрики они там помогают помогают друг друга у богдана к сожалению этого нет вот помочь ему некому ну я надеюсь что мы с вами так вот дружно все-таки что-то да соберем все равно как говорится с миру по нитке все равно лишним это не будет ну вот на этом я видео свое заканчиваю буду очень очень вам благодарен если вы отзоветесь и поможете моему другу хорошему нашему коллеге электрику замечательному опытному богдану семковичу на этом мы все всего доброго всем до свидания